Сегодня перед людьми, которые находятся в поисках работы, выбор на рынке вакансий достаточно широкий. Работодатели размещают предложения в интернете, на страницах газет. Вот только не всегда то, что написано в объявлениях о работе, соответствует действительности. На собственном примере в этом убедились и герои нашего следующего репортажа. Жители Славенска Алиса Мирошникова и Любовь Сухенко на сегодняшний день оказались без работы. В первую очередь девушки начали шерстить различные сайты, где тысячи предложений о работе. Требуется менеджер в организацию, также требуется офисный работник. Я решила позвонить, на что мне сказали, приходите на собеседование. Сказали, что нужно проходить на лекции три дня. Пообщавшись с руководством, девушек насторожило, что им не важен возраст, образование, опыт работы, навыки. Объяснить толком суть работы они не смогли. Зато предложили получить знания, необходимые в работе, за деньги. Они сказали, что мы заключаем с вами договор, где вы должны дать расписку того, что вы вносите определенную сумму денег, нам бюджет. И пока не продадите нашу продукцию, эти деньги мы вам не возвращаем. Работу ищут, чтобы зарабатывать деньги, а не отдавать свои. А здесь получается все наоборот. Девушкам сразу стало понятно, что это сетевой маркетинг. Или, как еще это принято называть, пирамида. Свои деньги они, конечно же, вкладывать не стали. Тема сетевого маркетинга достаточно избита, особенно в соцсетях на различных форумах. Все прекрасно понимают, на чем построен такой бизнес. Богатеет там только верхушка за счет основания. Все эти тренинги и семинары, на которых должны научить зарабатывать большие деньги, совсем не бесплатны. Придется оплачивать все эти курсы, повышение квалификации, а также все дополнительные материалы. Многие люди в сетевом маркетинге не только не зарабатывают деньги, но и теряют их. Когда компания пишет объявление, там, работа на дому дорого, и этим пестрят все бесплатные газеты, ну, надо подумать, наверное, да, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Такие компании долго не живут, как бы. Поэтому, прежде чем согласиться на какие-то либо условия работодателя, внимательно изучите его требования, что он хочет, что он может вам предложить. И тогда же делайте выводы. Словом, если идти работать в подобную компанию, нужно понимать, что это как пройти по тонкому льду. В уже разветвленную сеть вступать нет смысла. Конкуренция высокая и наверх не забраться. А в начинающую большой риск остаться ни с чем. По статистике, 90% всех новых сетевых компаний закрываются уже через год. Тина Копачевская, Игорь Ивановичугов. Программа «События». Игорь Ивановичугов. Продолжение следует... Продолжение следует...